Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В этих сферах увеличение составило 13%, и теперь средняя зарплата там 22 тысячи. Больше всех платят в финансовой и страховой деятельности 50 тысяч рублей в месяц. Сумма превышает среднюю областную в полтора раза. Как отмечают в Кировстате, в этих сферах трудится менее 2% работников от их общего числа. Программа Экономика. В Кировской области может появиться новая особая экономическая зона. В начале 2022 года власти хотят направить в Минэкономразвитие документы по созданию первой в России особой экономической зоны «Биополис». Предполагается, что к 2024 году будет выделен отдельный муниципалитет в Оречевском районе вокруг фармпроизводства. В нем хотят организовать хорошую инфраструктуру, школы, детские сады, поликлиники, жилье для сотрудников. Может быть, кампус для нескольких университетов. По словам губернатора, к 2024 году планируется построить в Левенцах еще и филиал Института Чумакова. Общий объем проекта превышает 18 миллиардов рублей. Экономика на 101 ФМ. Приставы будут оставлять должникам деньги на проживание. С 1 февраля 2022 года меняются правила взыскания долгов судебными приставами. Гражданам будут каждый месяц оставлять прожиточный минимум. Правда, не автоматически. Чтобы защитить эту сумму, должнику следует подать заявление в службу судебных приставов. Пристав направят в банк документы о сумме и счете, где ее нужно оставлять. А если на содержание у должника есть родственники, инвалиды или дети, можно защищенную сумму увеличить. Экономика. В завершении о валютах на сегодня официальный доллар 73 рубля 74 копейки, евро стоит 83 рубля 24 копейки. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»